Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге Великие музеи мира. Генри Фюсли. Сон пастуха из потерянного рая. 1793 год. Холст масла 154 на 215. Генри Фюсли. Швейцарский и английский художник, график, историк и теоретик искусства. Он служил пастором, затем учился живописи в Берлине. С 1764 года работал в Англии, дружил с Уильямом Блэкем. Творчество мастера – один из ранних образцов романтизма в Англии. Поэмы Джона Бильтона «Потерянный рай» и «Обретенный рай» привлекли внимание Фюсли еще в молодости, когда он жил в Швейцарии. Многие художники романтики обращались к ним, желая проиллюстрировать отдельные эпизоды. Данные картины изображают строки из первой книги-поэмы, в которых повествуются о сказочных эльфах. Малютки-эльфы, что в полночный час на берегах ручьев и на лесных опушках пляшут, поздний пешеход их видит в явь, а может быть в бреду, когда над ним царит луна, к земле снижая бледный лед. Они ж, резвясь, кружатся. Вместо того, чтобы изображать эльфов танцующими, как это обычно делалось, автор представляет их взявшимися за руки и кружащимися над спящим пастухом, в котором это видится в его фантазии. Фюсли мобилизует все свое воображение, чтобы создать сверхъестественных существ, населяющих картину. Их любопытно разглядят. Произведение было написано для создавшейся художника в Большой галерее образу поэмы Мильтона. Вот такое описание из книги «Великие музеи мира» к работе Генри Фюсли «Сон пастуха из потерянного рая». Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok